Здравствуйте, дорогие рукодельницы! С вами мастер-классы Татьяна Щепкина. И я вам представляю новый проект. Это мышка из капрона, которую мы уже делали в разных видах. И теперь уже она одета. Вот такой вид, как, скажем, народная крестьянская кукла. В юбочке, в жилеточке, с фартушком. Прическа сальна, платочек. Если вам нравится эта мышка, мы начинаем ее делать. Итак, теперь мы начинаем мышку немножко изменять ее внешний вид. Я уже показывала в одном мастер-классе, но сейчас просто повторю. Итак, носочек где-то вот до сюда, до этого черты. Ну, если так вот переложить, у меня уже сделано это. Я повторяюсь просто вот до этой черты. Обрезаем. Здесь я обрезала до этого и прорезала две полосочки. Вот так, допустим. Получился у нас вот такой мешочек. Вот с попочкой. Сюда залаживаю синтепон, синтепон. У кого что есть. Если чего-то нету, заменяйте. Вот, потому что рекомендации, конечно, такие, как употребляют рукодельницы в своих мастер-классах. Но когда чего-то нету и нужно научиться, сама это все проходила, то есть беру все, что есть. И со временем, если мне что-то не нравится, докупаю и меняю. Потому что, ну, иначе... Иначе не всегда получается так. И вот у нас получился мышонок. Вот. Уже теперь у него другой вид. И мы его начнем одевать. Итак, кусочек ткани сложила вдвое, чтобы вам было видно, потому что в объектив не помещается плохо. А если кто-то со временем захочет посмотреть, чтобы было видно приложенный сантиметр. 45 на 2. Это длина в моем случае. И здесь у меня подрублено. И 12 сантиметров сверху. Значит, понятно, что этот кусочек я сложу на изнаночную сторону и пойду прострочу. Сейчас намечу немного... Вот так, для себя... Три части. Середина. То есть здесь пополам, здесь пополам. Ну, сзади подумаю. И заложу... Еще, поскольку у меня очень такая... По объему получилась большая. Объем большой, большая длина. Я здесь ее соберу немножко в складки. Ну, это совсем приблизительно я наметила, поэтому можно сделать еще четвертую. То есть, как бы... Достаточно объема, длина объема для того, чтобы заложить... Ну, могу здесь все нарушить. Ну, могу здесь все нарушить. И теперь... Где-то сантиметр, полтора сантиметра залаживаю. И соберу это все на ниточку иголкой вперед. Можно 2 сантиметра. Ну, то есть, как кому удобно. И вот так собираю. Я думаю, это понятно. Потом продолжим. Итак, одеваю эту юбочку. И получается, что за счет этих складочек, которые мы сделали, вот эти двойные, то есть, она не будет немножко... Как бы, вид не могу объяснить. То есть, вид немножко будет другой. Мне нравится... Вот, он как бы вот соединяет и не дает вот прям вот такой вот объем вверх, как бы сказать. Ткань плотная. Ну, это уже такое по усмотрению. И поскольку мышка у меня... Здесь я посмотрю, как мне юбочку сзади сделать. Я имею в виду, вот затяну ее. Да, достаточно затянуть ее так же повыше, как и вверху. Делаем объем нужный. Я затянула ниточку. И теперь остается только завязать несколько узелочков. Лучше сразу несколько, чтобы потом не пришлось переделывать. Если юбочка, как бы, чтобы хорошо держалась, ясно, что нужно взять ниточку такую более выдержанную, чтобы была у нее очень хорошая, крепкая основа. И вот так получаем первую часть. Так, кусочек ткани. Она такая напоминает марлю, но немножко погуще. То есть мне нравится она именно как бы за счет своей грубости. Она как бы напоминает вот раньше сделанные ткани, груботканные. И здесь у нее 30 сантиметров и 10 сантиметров получается ширина. Здесь я вытащила одну ниточку, чтобы получилась вот такая полосочка. И здесь, естественно, тоже повытаскивала нити, чтобы был такой вот вид у этой ткани. Слаживаю ее немножко здесь вверху. Так будет аккуратнее. Ну и естественно, я теперь просто отступлю, наверное, где-то сантиметр, полсантиметра. И пройду ниткой вперед, иголкой вперед. То есть, я думаю, это понятно. И я это не буду показывать. Продолжение следует...